Всем привет! Это Лёфер и очередное видео о чём-то рыболовном. Ролик будет продолжением недавнего видео по поводу плетёных лесок из Китая. Сегодня мы сравним один из шнуров, о которых я рассказывал, с флюрокарбоном. Дело в том, что когда я выложил этот ролик в интернете, на одном из форумов была такая интересная, жаркая дискуссия о том, что же всё-таки лучше флюр или шнур. Поэтому я сегодня это, скажем так, не проверю, а устрою небольшое соревнование, покажу, как на одном и том же комплекте удочка плюс катушка и одна и та же приманка играет со шнуром и с флюром. Выберу и шнур, и флюр одинаковые разрывные нагрузки 20 либров. Да, это будет небольшая разница в диаметрах, но так как катушка мультипликаторная, скорее всего, этого не будет заметно. А во-вторых, на практике, с практической точки зрения, я думаю, что мы все выбираем снасти для определенных условий, то есть для корчей и щуки вряд ли кто-то будет выбирать именно тонкие какие-то лески. Все смотрят именно на разрывную нагрузку. Итак, поможет нам в сегодняшнем соревновании вот такой вот воблерок. Это Renegade Pike Trader 130 SP, 17 грамм веса, 130 мм боротинка, заявлен суспендер. Что с флюра, что со шнура он летит примерно одинаково, никакой такой существенной разницы я не заметил. Что на шнуре сразу, да, заметно. Очень отзывчивый воблер в плане того, что любая моя манипуляция удилищем ведет к тому, что он начинает выписывать какие-то пируэты, дергаться по сторонам, как-то там включается игра. Кстати, вот как он всплывает, да, не сильно быстро. Сейчас мы даже, ну, условно посчитаем в секундах, за сколько он всплывет со своего рабочего горизонта. Это где-то 0,8 метр. Потом тот же самый замер мы сделаем на флюре, и уже какие-то выводы из этого последуют. То есть, что лучше, что хуже. Хотя здесь, наверное, вряд ли именно надо говорить о том, что лучше, хуже, для каких условий, что подходит. Итак, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь секунд всплытия воблера со своей рабочей глубины, со своего горизонта. Сейчас я поменяю шнур на флюр, и те же самые манипуляции проделаю на флюре. Поменяли, значит, шнур на флюр. Разрывная нагрузка осталась та же, но диаметр флюра, конечно же, толще. Диаметр флюра 0,32, диаметр шнура 0,2 мм. Посмотрим, как это влияет на игру воротинки, если вообще влияет. Может быть, это чисто какое-то такое субъективное, придуманное что-то, скажем, маркетологами, да. Значит, что касается заброса, то вот и лично мне заброс с флюром нравится больше, ну, как-то летит лучше. Может быть, флюр в кольцах скользит, не знаю. Что касается игры, те же самые манипуляции делаю, то есть, твичу, вовлер, как обычно. Что могу сразу сказать, да, на флюре он, скажем так, наверное, все-таки более какой-то заторможенный. Флюр имеет небольшое растяжение, и с какой-то паузой, задержкой вовлер реагирует на мои действия. Это, конечно, не критично, не то, что там секунды, да, какие-то на уровне, допустим, интуиции какие-то вещи. Что могу сказать сразу, значит, вот с флюром он реально идет глубже, соответственно, медленнее оттуда всплывает. Мы сейчас даже, как обычно это посчитаем, там, в секундах, на свой горизонт где-то метр, а может быть даже и больше, именно с флюром, выходит за гораздо меньшее количество, там, твичей или рывков. Вот он уже, так, рядом со мной считаем, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, где-то девять секунд он всплывает, даже больше, а на шнуре он всплывал всего лишь семь, насколько я помню. Сейчас мы проверим это еще раз, чтобы это не было каким-то там единичным случаем. Но с флюром, как бы плюсы флюра в том, что вовлер идет глубже, медленнее всплывает, все-таки флюр тонущий, и оказывает на вовлер гораздо большее влияние, чем шнур. А что касается шнура, то на нем вовлер более отзывчивый, что ли. Ну, наверное, это понятно, да, то есть нет растяжения, реакция мгновенная на ваши действия, небольшое растяжение, какая-то заторможенность вовлере есть. Опять же, я не говорю, что это плохо или хорошо. Моя задача сейчас просто это показать, что это есть, а уже ваше дело выбирать для каких-то условий то или иную леску там или шнур. Так, ну давайте еще один крайний заброс на флюре. Что касается именно действий вовлера, то все те же самые манипуляции, что и на шнуре присутствуют, то есть какие-то уходы в бок, покачивание боками на паузе и так далее. И опять же, да, повторюсь, с флюром всплывает медленнее. Я так думаю, что вот этот вовлер довольно много весит, а на более каких-то мелких приманках, там, с 90-110 размера, это будет еще более заметно, что флюр приманку дополнительно топит, добавляя ей горизонта и уменьшая ее плавучесть. Хотя вот опять же, да, на небольшой глубине все те же самые манипуляции удилищем и отзывается вовлер отлично на все мои рывки, по сторонам уходит, на 90 градусов разворачивается. Коряжку можно обвести и так. Это небольшое видео, еще раз говорю, ни в коем случае не снято для того, чтобы показать, что что-то лучше или что-то хуже, просто для ваших условий выбирайте подходящую вам снасть. За сим разрешите попрощаться, голосуйте за это видео, что понравилось, что нет. Всем пока, не хвастаньте в шее!